Если ты не гей, то на лайк нажми скорей. Здарова, гангстеры! На связи Лёха Такс и мы прямо сейчас зашли в КРМП и сделать хотим мы с вами сегодня выгоднейший просто обмен лично для меня. Короче, сегодня мы обменяем одну эксклюзивную тачку на две не менее эксклюзивных и классных тачки, которые мне реально присмотрелись. В общем-то, мы с этим человеком уже обменивались. Это, в общем-то, чувак из семьи Рэбблс и его, в общем-то, глава. Пацаны, прямо сейчас мы имеем на наших руках, в общем-то, вот такой додж. Додж у нас Чейнджер, вот такой вот замечательный, который на серваке, ну, где-то в районе трёх штук у нас имеется, да, и одна у меня. Вот, в общем-то, она вот такая вот штуковина. Не продаётся она ни в одном из автосалонов, вот. Напоминаю вам, что эту тачку всего лишь имела три победителя в каком-то там соревновании, в каком-то конкурсе, я не знаю, что там было. Ну, короче, давным-давно администрация в качестве приза выдавала эти тачки. Я готов одну вот такую тачку поменять на две тачки, которых у меня никогда не было, но мне они присмотрелись. Ну, пацаны, одну эксклюзивку, да, обменять на две, в принципе, выгодное предложение. Хотя такой додж, в принципе, я думаю, готовы и за 100, и за 150 купить. Короче, сейчас вам покажу, какие две тачки я обменяю. Вот, пацаны, заезжаем сюда. Я думаю, вы помните это место, в Алексеевке, вот здесь вот семья Rebels живёт. У них всегда есть эксклюзивные тачки. Я уже впереди вижу одну из моих эксклюзивных тачек бывших. Это, конечно же, пацаны, ГАЗ М1, которая до сих пор осталась у него. Он правильно поступает, он тоже коллекционирует машины. В общем, мы с ним меняемся, он мне, я ему. Вот такой вот круговорот. Слушай, вот есть одна вот такая тачка. Слушай, ну у них классные тачки. И Макларен, и Субару. Кстати, одна из них, одна из тачек, которые мы будем сегодня получать, это Субару, да, которой у меня никогда не было. И, в общем-то, я не знаю, где её достать. Она вот у чуваков. И только если обменять. Вот такой вот ГАЗ М1. Смотрите, я подъезжаю. Бля, просто чуваки здесь курят со стволами. Просто гангстеры здесь, ё-моё, встречают вообще. С гранатомётом? У моей охраны есть охрана? Блядь. Я даже очки сниму, пацаны, вот эти дебильные. Ну, серьёзно? Меня сейчас никогда... Откуда у них? Бля, вот это фраера, пацаны. Так, я надену очки, мало ли перестрелка, пацаны. Ну, всякое бывает, блин. Добрый день. Я вот привёз, как вы и просили, Додж, вот такой вот эксклюзивный. Давайте покажем людям, что мы хотим обменять вот эту вот Субару. А где второй автомобиль, который мы хотим обменять? Слушай, а сколько вот эта ТСЛ Мерседес стоит? Блин, пацаны. Как бы... Да, вот как вы видите, у нас есть две тачки. Это Субару. И это Кибертрак в новогодней раскраске с логотипом Радмир в Кока-Коле. Короче, таких тачек тоже очень мало. На серваке их, насколько я помню, где-то в районе пяти штук, не больше тоже. На Новый год они разыгрывались, как, в общем-то, этот Додж. Поэтому эксклюзивность здесь одинаковая, да? При этом, при всём, Кибертрак тачка более интересная для меня. Вот, и как бы, ну, ещё Субару, которая дрифтит, которая у меня никогда, сука, не была. В течение двух лет вот она есть на серваке или сколько? У меня её ни разу не было. Я не знаю, почему так произошло. Как-то вот стороной меня эта машина обошла. Ну и, конечно же, ребята, кто помнит Эль Капонус, Сам Пропе, блядь, эта машина просто, блядь, убийца всех мемов про него. Сколько СЛК стоит вот эта, напомни? Восемь, восемь, где-то восемь миллионов. Восемь миллионов, ага. Ну чё, давай обмен, слушай, ты говоришь, у тебя нотариус есть, я готов вот этот Додж обменять вот эти две машины. Так, смотри. А вы где гранатомёты, блядь, достали? Можете мне дать один? Конечно, здесь надо. Серьёзно? В багажник положи мне потом. Ебать, они эту тачку, которую я отдал ему, они в нём гранатомёты возят? РПГ или дробовик вот этот, который в руках? Какой дробовик ещё? Не, давай РПГ, РПГ повеселее, блядь, штука. Я её к себе домой положу, да? Ебать! Вот это прикол! Давай, скидывай. Ага, он мне передал. Один заряд, один снаряд, пускай будет, бля, пацаны. Просто для устрашения, если какой-то бомж подойдёт, я опа! Нормально! А чё, где нотариус? Давай распишемся на капоте. Во, вот нотариус. Давай на бумаге. Бля, какой-то молодой нотариус у тебя. Ну ладно, я сам невысокий. Ха, почему школьник нотариус у него? Я не понял, блин. Пацаны, это как так вообще? У меня голова уже заболела от этих очков, если вам нравится эти очки, я конечно их оставлю в зале 4, но это пиздец их носить. Так, предлагают провести обмен. Давайте нажимаем Y и, в общем-то... Выбирай деньги. Бля, я знаю, как обмениваться. Сперва просто скинула субарик, а потом уже обмен машины на машину. А-а-а. Понял, сначала деньги. Ладно. Он мне доверяет, поэтому 1 рубль. Потом доплата. Без доплаты тыкально без доплаты. Готов к обмену. И рубль ставь. Для подтверждения вы должны установить доплату. А где доплата? А где доплата ставится? Я не понимаю, как это работает. Вот, а-а-а, вот, тут нажать надо было. 1 рубль давай поставим. Вот, за 1 рубль. Все, мы обменялись. Получается, тачка моя уже, да, Субару? Да. Все, давай теперь тачку на тачку меняем. Давайте проверим на всякий случай. Он снял номера, все снял стейджи, я понимаю, да. Да, это моя машина, все отлично. Так, теперь второй обмен совершаем, пацаны. Теперь уже додж меняем точно на кибертрак. Нажимаем Y, выбираем предмет. Транспорт. Додж чейнджер. Чарджер, блядь, а чейнджер его чарджер называй, господи. Че он там? Гранатомет не достал еще один из багажника, что ли? Че там, тоже гранатометы у тебя, что ли? Нет, материалы. Материалы, ммм. Секретные? Естественно, такая банка. Ха-ха, секретный материал это. Бля, ну, я к таким бы кинтам не приехал на разборки у них RPG, блядь, у всех. Дробовики какие-то, я таких не видел на серваке. Походу, тоже какое-то эксклюзивное оружие. Не, ну, короче, чейлы заряженные, как вы видите, вообще стоят здесь. По струнке их просто поставили ради обмена, блядь, серьезно? Бля, всем привет, кто смотрит из этой банды. Вот ты, в частности, ты, вот вы не просто стояли, а всем, каждому из вас. Вот тебе, 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 всем привет передам. Так, давайте к обмену уже приступим. Давайте, пацаны, давайте, я хочу обменяться. Ну-ка, все подойдите, заберем. Что, не можешь достать там что-то? Не-не-не, да, там слишком много даже. А, не ебать. Это у них, походу, грузовиком было, пацаны. То есть они на этой фуре дарили радость, ездили. А там у них были материалы, стволы, оружие, все. В общем-то, пацаны, все из стоек вышли. Теперь они будут разбирать этот багажник, чтобы мне досталось это все. Не по наследству, а как бы пустая машина. Ладно, пока, блядь, пока они там разбираются, я пока в Субавру хотя бы сяду, пацаны. Никогда не было. Наконец-то она у меня есть! Наконец-то, блин. Вау, 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 бля, вау, 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 и как можно дрифтить на ней просто будет. Просто мечтанная машина, пацаны. Она реально классно ездит. Блядь, вот даже по двору уже здесь классно просто. Весь газон им растоптал, конечно, я. Так, давай ее выкатим уже, да? Как бы наша машина, надо на ней уехать будет. Но я бы на Кибертраке уехал. Кибертрак вообще эксклюзивная херня. Как бы, ну я такой реально не видел на серваке. Вот только она одна у него есть, все. Я не видел больше у кого-то еще. Вот у него видел, а больше не видел. Так же, как, собственно, и дочь, которую он хочет у меня забрать, еще и с дисками, бля. Что, все, да? Да, запустим. Так, ну ладно, давайте совершаем обмен транспорт. Выбираем дочь черджер. В общем-то, да. И я готов к обмену. Да. 30 миллионов госцена у Кибертрака, нифига себе. Проверяй. Сейчас проверим. Бля, пацаны, серьезно? У него есть госцена? Вау. Бля, все четко. Короче, спасибо, я поехал наслаждаться автомобилем. С Новым Годом вам всех наступающим. Счастья, здоровья, успехов, как говорится. Удачи, удачи. И удачи, да, лоха побогаче. Типа я, который отдал дочь. Бля, она и едет? А, она без звука, я думаю, что звук сломался? Это же электромобиль, пацаны. Ну, короче. Слушай, а тачка-то интересная, да? Она еще и в снегу. Не, ну, пацаны, это эксклюзивчик. Это прям вообще хороший эксклюзивчик. Конечно бы, мне не хотелось и Гасса М1 вернуть и дольше. Тогда бы у меня была вообще вау какая коллекция. Но ее нужно пополнять, нужно менять. В общем-то, что она из себя представляет? Давай чекнем. Слушай, она бодренькая. Она вообще бодренькая. Бля, пацаны, как укола. Оставлю ее на Новый год, пацаны. Ближе к Новому году или когда будет уже снег на серваке, я ее уже, в общем-то, для вас покажу, затюнингую и все такое. Но это реально такой спойлер на несколько месяцев вперед. Потому что, ну, как бы сейчас, смысл, летом, блядь, какую-то новогоднюю тачку тюнинговая. А к Новому году такие тачки будут вообще, ну, нереально достать. Это я вам 100% говорю. Все блогеры, все захотят их достать. И их нереально будет достать, я вам серьезно говорю. Короче, что я предлагаю сделать? Сейчас на какой-нибудь из этих классных заряженных тачек поехать в сторону контейнера и открыть один дубайский контейнер. Мне кажется, это будет интересное решение, да? Завершение такого вот обмена. Попробовать еще и рискнуть. Мало ли что-то эксклюзивно выбьем. Так, короче, Субару пока пускай стоит здесь. Субару все понятно, это Субару вот. А Кибертрак эта тачка интересная, бля, вот мне нравится. Ее показать, я думаю, вам имеет смысл. Ну, что мы имеем, да? Кибертрак обычный внутри, снаружи, конечно, Кока-Кола. Вот. Бля, сколько она едет? Она неплохо едет, неплохо управляется. А Кибертрак обычный столько же едет, пацаны? У кого Кибертрак, напишите, пожалуйста, сколько он едет у вас? Ну, 200 по городу? Без шума так, аккуратненько едем, катим. Такая иллюзия безопасности создается, капец, пацаны. Я топлю и как будто не еду. Вау, вау, вау. Не, по управляемости вау. Шоркнули немного, ничего страшного. Разворачиваемся и гоним, пацаны. Мы дарим радость, мы дарим печеньки. Бля, а что если в нее поставить сабвуфер? Типа, понимаешь, он будет вот здесь вот в пикапе, получается, да? Да? И ездить, раздавать всем Каспийский груз, пацаны. И какой-нибудь там Диман Брюханов не опущен, а за ним... Бля, вот это было бы очень стильно. Все-таки мне интересно, если здесь те самые люди, которые помнят шутки про Эль Капоне и про Кока-Колу, бля, пацаны, если его здесь есть, напишите в комментариях. Да, я помню. Давайте посчитаем, сколько нас здесь отметим, пацаны. Все, кто реально это помнит. Так, давайте, пацаны, у меня Кибертрак побыстрее будет этого Гелика и этой Фуры, собственно, в частности. Ну, пацаны, ну реально. Мне нравится тачка, слушай. Вот, согласись, обмен выгодный. Вот я до этого, если совершал обмен, то они были дебильные, мне писали, Лёха, ты вообще даун конкретный. Особенно, когда я в контейнере продал недавно Мерседес, двудверный, бля, который можно было реально за 60, мне написали чуваке. Я потом, блядь, аж реально его продавал этот Мальборо Мерседес за 60. Я, сука, оставил его в порту за 40, там, за сколько, за 30. Я его продал, ну, совсем-совсем дебильная история. 30 миллионов, но на самом деле на дороге не валяется. Ладно, мы уже приехали, погнали, откроем один дубайский. Так, очень много машин оттуда выезжает, кто-то на такси даже туда решил приехать. Так, пацаны, Кока-Кола. Едет Кока-Кола, пацаны. Ну, а по управляемости мне нравится. Только бы не крашнуло, пацаны, только бы не крашнуло. Красный гелий какой-то. Во! За дубайский за мой уже борются, пацаны, бля. Что это? А это мебель? Это транспорт? Я что, на спаун приехал? Бля, я реально... Я на спаун приехал! Как вообще по таймингу? Просто мега тайминг. 13 лямов, во! Пацаны. Ставьте нам на АТС за 5,5, пацаны. Ставьте, привет. 14500. Здорово, парни. Заберу в любом случае, вы видели сами, до 22 миллионов. Я, бля, ну, по-братски до 30 секунд. И все деньги последние ставлю, бля. Это забеха охуенная выпала. Ну, если ты заберешься, я тебе отдам, а тут какой-то Саша сейчас. Давай, Андрюша, я в тебя верю. Да, в прошлый раз ты мне два контента дал. Давай тебе... Короче, здесь Андрюша, который мне в прошлой серии, где ставка доходила. До 22 миллионов, сейчас уже 19, блядь. Мажоры с ума сошли, что ли? 22! Сейчас будет рекорд, что ли, блядь? Не, 22 больше. Не, давайте, пацаны, оставим рекорд на серию с контейнерами, блядь. Не на серию, где я обменом занимался. Бля, серьезно? 22 миллиона он готов отдать? Это пиздос. Мне кажется, там что-то ему выпадет. Мы просто посмотрим. В его случае мы откроем дубайский, но это историческая херня. Но рекорд они не побьют. 22 миллиона было тогда, 22 миллиона сейчас, пацаны. Больше 22 никто не даст. Все, хорошо, оставляем на следующую серию наш рекорд. Ебать! Ебать! Ты что, серьезно, блядь? Ебать! Сколько она стоит сейчас продать ее в порту? Боже, жалко, что этому долгу его было. Блядь, плюс 40 нахуй миллионов. Ебать тебе в сраку. Вот все. Все, теперь мы квиты, блядь. Спасибо, что с раз тебя не перебивал, красава. Пиздец, серьезно? Короче, пацаны, у меня есть теория. Вы для часа мне не перебивайте контейнер. Но кажется, если повышать ставки и много участников, то тогда падает. Так, я вижу вдалеке дубайские, пацаны. Я уже с пацанами договорился, что я раз одному отдал. Я его забираю. Пацаны, без вариантов мой. Давай, не добивай. Я не записываю контейнер. Я просто так обменял стрельку и залетел сюда, пацаны. Давайте без шоу, без этого. Я хочу забрать, открыть один. Сколько там было продать? Прям в порту? Да, короче, там реально хорошая работа. Спасибо, реально, приятно. Мне кажется, реально, если много участников, да бля. Вот, сука, подняли ставку-то ведь все равно. Пацаны, давайте один открою, и больше не будут трогать. Ну да, я один открою, и потом ты один откроешь. Давай так сделаем. Мы же договорились, что я на этот договорился, а я на этот. Ты на следующий давай тогда. Ну, ну, блядь. Что, он рофлит, что ли? 15. Так, мне, походу, за 15 отдали, да? Да, отвечай. За 15, слушай. Ну, за 15, мы за него боролись, во-первых. Что-то может выпасть. Что-то может выпасть. Давай, Бугатти. Бля, пацаны, если что-то выпадет, это же вообще бред. Я за одну серию отдал дождь, получил две эксклюзивных тачки, и сейчас что-то еще выпадет, да? Сейчас выпадет. Бля, это будет вообще вау просто, мне кажется, пацана. Вот чушка, бля, две секунды оставалось. Ты что, рофлишь там, что ли? 16. Пацаны, меня откроем этот контейнер, несчастный. За него жестко борются. Свой даже пришел, бля, пацаны, чтобы вы понимали. Да, один открыт. Давай, открывай, 16, я вот, 15. Михаила, да ебать вас сраку, вы что гоните? Вот куда у вас столько денег на эту хуйню? Опасно ведь. Давайте посмотрим, как они закончат эту, блядь, ста. Это вообще бред какой-то. Еще и... Нет. 17, они что гонят вообще, что ли? Бля, пацаны, кибертрак угнали. Понятно, сука. Просто чел такой, ну, кибертрак, да, мое. 13 секунд, 17, 800. Они просто до бесконечности, походу, готовы бороться. Я не знаю, что им там выпадет, но это интересно, пацаны. Что им там выпадет из-за эти бабки? Там еще Андрюша подлетел, походу, Андрюша. Подставит, 20! Что вы делаете? Пацаны, что вы делаете, блядь? Вы мне объясните. Бля, ну, пацаны, ну 4 секунды, слушай, он забирает за 20. Сумасшедший. Но он кибер, он только что... Я думаю, сделает. Ебать! Все, у меня больше нет денег на руках, пацаны. Не перебивайте, ради Бога, ради Христа, Спасителя, ради всего святого. Откройте еще, успейте, пацаны, обогатитесь. Это последний мой. Да, блядь! Нет у меня больше денег. Ты что гонишь, блядь? Давайте посмотрим, что он там за 17,5 выбит. Они мне не дают открыть контейнер вообще. Просто голодные до чертиков. Чуваки, что там ему выпадает? Лексус? Пацаны, 8 секунд, наконец-то договорился. Никто меня не перебивает, никто мне не бьет ставки, пацаны. 3 секунды, я все-таки открыл. Я уже хотел сдаться у тебя, потому что это было нереально. Блядь. Хуйня, Маргенштерн. Скин надо надевать, пацаны, отвечаю. Я не понимаю. Блядь, пацаны, ну как так-то? Ну серьезно? Я надену не брать вот так. Серьезно, блядь, серьезно, вот. Вот так другое дело, блядь. Не, ну все, шляпа полная. Пацаны, короче, блядь. Так, ладно, пацаны, давай Субару все-таки прокатимся. Я же, блядь, две машины сегодня получил, да? Тем не менее. Блядь, вот это мне нравится, Танечка. Ну прям я то, что хотел. Не знаю, говорите, что хотите, блядь, что она старая, древняя, уже там у всех есть, сука. Она такая классная, блядь, она такая прям вау. Слушай, а что она не дрифтит? Что, я понерфили, что ли, блядь? Или мне показалось? Подожди. Не на говно же я сейчас поменялся? Не, 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 не. Она прям вообще бачком на вау. Бля, пацаны. Ну я не знаю, как этот хендлинг сделан, но, сука, это единственная нормальная тачка, которая так рулится легко. Так легко на ней дрифтить, пацаны. Ну ни на одной другой так не дрифтится. Конечно, на скорости она не прям вау еще делает, но с другой стороны нет. Подожди. Вообще просто мега управляемая. На зимние еще настройки, если это прям вообще классно. Короче, как вы понимаете, скоро осень, я уже готовлю зиме, бать. Насобирался две зимних тачки. Одну под зимний дрифт, другую просто зимнюю новогоднюю. Бля. Слушай, а вообще неплохо. Не, я обменялся. Я так и не дождался ее из контейнера. Бля, вот серьезно, я так и не дождался. Давай карпас на нее чекнем вообще. Я так и даже не знаю, сколько она стоит. Карпас давай, 19. Субару. У нее государственная стоимость. А, 0 рублей. В смысле, блядь? У Кока-Колы есть государственная стоимость, у этой нету. Ну, короче, так у всех многих эксклюзивных тачек, пацаны. Ну, у того же моего доджи тоже 0 государственная стоимость. Ну, почему у Субарика 0, непонятно. Я думал, у нее есть государственная стоимость. Походу, это мега эксклюзивная тачка, хотя на серваке их много, пацаны. Их штук 10-то точно, наверное, на весь сервак ездит. Если не больше. Ну, а потому что их выбивают с контов, пацаны. Их выбивают с контов. Ну, как она, сука, дрифтит. Идеальная машина. Куда еще лучше? Куда еще лучше по управляемости? Ну, куда? Это просто мега... Не, ну, короче, пацаны, однозначно, серия подходит к концу. Теперь я обладатель еще двух не менее интересных эксклюзивных тачек. Да, конечно, додж классная машина, но я на нем вообще не ездил. И поэтому я считаю данный обмен абсолютно выгодный, пацаны. Я прям наслаждаюсь этим Субариком, катаюсь уже по дворам. Ёпс, дай. Неплохо врезались. Блин, ну... Блин, она так управляется. Я не знаю даже, что еще сказать, пацаны. Прям класс. Это прям класс.